Айварес был одним из лучших министров, которых имел этот кабинет. Это не значит, что объективно он был хорошим министром. С моей точки зрения, он был непоследовательным министром. Его пригласили как технократа, ему пришлось лавировать, он не мог понять, либо он в силе президента, либо он в политической силе премьер-министра. О его реформах можно говорить, но серьезных реформ не было. Если говорить о госзакупках, это была очень хорошая акция. Это сохранило государству много денег, но это не структуральная реформа. У нас остался государственный капитализм, и Айварес в принципе идеологически его поддерживал, потому что в своей идеологии реформатора он был достаточно осторожным и несмелым. Он не резал под кость. И тут он наступил на собственные грабли, потому что у нас 3500 предприятий, и в этих 3500 предприятий есть государственные какие-то мужья, которые их возглавляют. И вот здесь вот они все работают на государство. И Айварес, когда он сохранял эти предприятия и не пытался их приватизировать быстро, то он в общем-то открыл себя к той ситуации, что во всем мире государственные предприятия получают своих менеджеров через политические номинации. Саркози, его сын, стал руководить государственным предприятием в Париже. Это были политические процессы, политическое назначение. То же самое мы говорили об Одесском припортовом заводе, который один из директоров был по квоте Народного фронта. Здесь Каноненко, используя свою какую-то позицию руководителя фракции правящей партии, вступал в консультации и настаивал на том, что кто-то... Так работает государственный капитализм. И Айварес сделал очень мало и был очень непоследовательным в том, чтобы этот капитализм или эту систему... Так хороший или плохой? Он был лучше, чем многие другие. Но, скажем, если бы как в игре, как в спорте делают, выбирают своих игроков и строят свою команду. Если бы я строил команду, я бы Айвареса не ставил бы министром экономики. Потому что Айварес не умеет бороться, он очень мягкий человек. Смотрите, что он должен был сделать.